Вот эта вот выдержка – это диафрагма. Если вот это колесико, оно отвечает за диафрагмой. Быть фотографом модно. Так звучит девиз фотокружка светопись. Здесь учат и детей, и взрослых с самого нуля, начиная с изучения фотоаппарата, что и как работает, как настроить. В основном занимаются пейзажной съемкой. После теории обязательно применяют знания и на практике. Выходят снимать в город, как, например, и сейчас. Это задание на выдержку, диафрагму и светочувствительность. Учатся фотографировать воду и огонь. Я хочу, чтобы вы это сделали более самостоятельно и без меня. Также подобрали выдержку короткую и подобрали выдержку длинную, на которую вы сможете взять фото. Фотокружок существует при Доме культуры Пушкина. Сейчас занимается в нем 8 человек. Сама программа рассчитана на год. Финалом ее станет общая фотовыставка. Планируют провести в мае. Но также организовывают и персональные фотовыставки, как в случае Анны Желудовой. Она, выпускница фотокружка, закончила его в прошлом году. Сейчас ее работы украшают фойе ДК. Здесь представлена фотовыставка Анны под названием «Зарисовки Питер». Это красоты Питера, архитектура Питера, что есть такие города красивые у нас, что можно просто приехать и посмотреть на русскую красоту. Просто поехала, взяла фотоаппарат и нащелкала. Просто путешествую, просто отдых был. Фотографировать Анна любит с детства, поэтому и записалась в фотокружок. Это ее третья выставка. Первые две были посвящены родному краю. Семья Анны любит путешествовать, особенно по городам России. А поездка в Питер стала подарком в честь ее поступления в институт этим летом. Так и появилась серия фотографий, посвященных Санкт-Петербургу. Отбирать их помогал Андрей. Оставили те, которые лучше всего показывают город, какие-то его детали. Работами своей выпускницы он доволен. По словам Андрея, Анна обладает чувством кадра. Реально есть результат. Человек переосмыслил всю информацию, приобретенную за год, потому что сначала это, понятно, каша в голове, как после любой учебы, когда много информации. А тут вот уже есть этот результат, который визуально мы можем увидеть, который выше, ну, на порядок выше, чем был там два года назад у той же Ани. Любоваться архитектурой Санкт-Петербурга можно будет еще неделю. В Доме культуры фотовыставка продлится до 1 октября. Вход свободный. Евгения Коломиц, Антон Орловский, Яков Глэйзер. Новости Большого округа.